Привет, друзья мои! И сегодня у нас с вами американская головоломка, поэтому и буквы тут будут не русские. Ну уж потерпите, пожалуйста, пару минут. И обычное условие для таких задачек, что одинаковые буквы означают одинаковые цифры, а разные буквы означают разные цифры, то есть, например, D и A не могут быть одной и той же цифрой. Ну и что мы с вами имеем? Какое-то четырёхзначное число умножается на 4, и получается какое-то четырёхзначное число, записанное задом наперёд. Ставьте на паузу, думайте, какие возможны варианты. Ну а мы с вами давайте сразу же обратим внимание вот на что. Что у нас и тут четырёхзначное число, и тут четырёхзначное число. А такое бывает в том случае, если мы умножаем какое-то число меньше 2500 на 4. Потому что 2500 на 4 это уже 10000. А если взять 2499, то всё ещё получается четырёхзначное число. Отсюда следует, что A у нас может быть либо двоечкой, либо единичкой, либо нулём. Ну, я бы, конечно, не говорил, что A может быть нулём, потому что странно, если число начинается с нуля, мы так не пишем. Но, тем не менее, это американская головоломка, поэтому давайте проверим. Какая цифра при умножении на 4 даст нам ноль на конце? Ну, тут только два варианта. Либо это ноль умножить на 4 равно нулю, либо это 5 умножить на 4 равно 20. И в том и в другом случае нолик на конце. Если D равно нулю, то тогда A равно нулю. Но такого быть не может. Вот это разные буквы, и они должны быть разными цифрами. Поэтому вот это, это не вариант. Давайте проверим второй вариант. 5 умножить на 4 равно 20. Если тут 5 умножаем на 4, тут 20. Но тут тоже должно быть равно 5. А учитывая то, что у нас A 0, то есть мы получаем вот тут трёхзначное число, а трёхзначное число умножить на 4 получится точно что-то меньше 5000. Поэтому это тоже не вариант, и A всё-таки нулём быть не может. Единичкой A тоже быть не может, потому что мы умножаем какую-то цифру на чётное число, и должна получиться, очевидно, чётная цифра или чётное число. Но единичка это не чётное, значит единичкой A быть не может. Значит, остаётся только один вариант. A равное 2. Ну и давайте сразу запишем A равное 2, потому что других вариантов у нас нет и быть не может. Если A равно 2, то чему равно D? Тут у нас тоже, возможно, два варианта. D может быть равно либо 3, потому что 3 умножить на 4 это 12, заканчивается на 2. Либо это 8. 8 умножить на 4 это 32. Тоже заканчивается на 2, и других вариантов не дано. То есть D это либо 3, либо 8. Ну, давайте проверим троечку. Если у нас D равно 3, то оно и тут будет троечка. Но мы с вами понимаем, что 2000 умножить на 4, 3000 с чем-то явно никак не получится. Значит, D это не тройка, но остаётся один вариант. D это восьмёрка. Давайте её запишем и посмотрим, что у нас получится. Ага. Теперь, наверное, будет немножечко проще. Давайте мы сразу обратим наше внимание на B. B умножить на 4 получается C. А при этом C, очевидно, должно быть меньше 10. Почему? Потому что если C получится больше 10, ну, например, 12, да, мы сюда запишем двоечку. А вот сюда пойдёт единичка в уме. Но 2 на 4 это уже 8. И вот эту единичку нам прибавлять некуда. Значит, C точно меньше 10. Ну, а раз C точно меньше 10, то и для B у нас вариантов ограниченное количество. B, значит, может быть равно либо нулю, либо единичке, либо двоечке. Потому что 3 умножить на 4 уже будет 12, больше 10. Но двоечкой B быть не может, потому что двоечкой уже является A. А B и A это разные буквы. Значит, давайте проверять нолик и единичку. Если B равно нулю, тогда у нас с вами получается 2, 0, что-то, 8 умножить на 4, равно 8, что-то, 0 и 2. Смотрим, 8 на 4 это 32. 2 пишем, 3 запоминаем. Теперь нам нужно что-то умножить на 4, прибавить к этому 3 и получить 0. Очевидно, такое невозможно. Потому что умножая какую-то цифру на четное число, мы получаем четное число. А добавив нечетное, мы получим нечетное. 0 никак у нас не получится. Значит, B не может быть нулем. А стало быть, B однозначно единичка. Давайте сотрем. B напишем вместо нее единичку. И найдем C уже, наконец. Давайте вот тут тоже поменяем. Запишем единичку. И подумаем. Вот тут у нас 8 на 4 это 32. 2 пишем, 3 запоминаем. Теперь что-то нам нужно умножить на 4 и прибавить к этому 3, чтобы получилось 1. Какие варианты есть? Ну, например, 8 плюс 3 будет 11, да? Или 18 плюс 3 будет 21. Либо 28 плюс 3 получается 31. И так далее. Смотрите, 8 как можно получить умножением на 4? 2 умножить на 4. Но двоечка не подходит, двоечка уже занята. 18 на 4 вообще не делится. То есть это не наш вариант. 28 на 4 делится, это 7 умножить на 4. Какие еще варианты есть? 38 плюс 3 это 41. Но 38 на 4 не делится. Есть еще вариант 48 плюс 3 это 51. Но, чтобы получить 48, нам нужно уже взять 12 умножить на 4. А C у нас должно быть меньше 10. То есть это точно не подходит. И у нас остается один вариант. C равно 7. Давайте его запишем. И проверим. 2178 умножить на 4. Сколько будет? Тут получаем 8 на 4 это 32. 2 пишем 3. Запоминаем. 7 или 4 это 28. 8 до 3 в уме это 31. 1 пишем 3. Запоминаем. 4 умножить на 1. Это 4 до 3 в уме. Это 7. И теперь 2 умножить на 4. Это 8. Действительно получается вот так. Так что все. Мы нашли ответ. И как вы понимаете, это единственные варианты. Потому, что мы перебрали вообще все, что можно. Если задача вам понравилась, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, каким способом решали вы. Но я напоминаю вам о своем телеграм-канале, на который нужно подписаться, если хотите готовиться к ОГЭ вместе со мной. Там все уроки абсолютно бесплатные. Все четко, по полочкам и огромное количество примеров. Ну, на этом у меня все, друзья. Спасибо за вашу любовь к математике. И пока. До новых интересных задач.